Включаем. Добрый вечер. Позвольте представиться. Хохлов Александр Николаевич, сотрудник Института археолога Российской Академии Наук. Мне выпала честь руководить работами самбийской экспедиции Института археологии. Самбийская экспедиция. Почему, собственно, самбийская? Дело в том, что в Российской Федерации есть замечательный регион, о котором очень часто забывают, и не все там далеко побывали. Это современная Калининградская область. Одно из немногих Балтийских побережий России, которое Россия обладает, которое работает, которое принимает огромное количество туристов, с каждым годом туристический поток возрастает, и где перекрещивается и российское настоящее, и российское прошлое, и европейское настоящее, и европейское прошлое, и не только европейское, известное в смысле западное или центральное Европа, но и та Европа, которая уже не существует. Она тоже присутствует подспудно на территории Калининградской области. Это юго-восточное побережье Балтики. С северо-востока граница с Литвой. Когда-то это была союзная республика, увы, сейчас это отдельное государство, член Европейского Союза и НАТО. С юго-запада Польша. И мы понимаем, что эта территория очень важна для России сейчас. Она не менее важна, чем Крым, и не только в смысле экономическом, стратегическом, военном, но и в смысле культурном. На самом деле это один из тех перекрёсточков, мостиков, на которые могут выстраиваться те дипломатические события в смысле большой дипломатии, в смысле народной дипломатии, которые помогают народам России и Европы лучше узнать друг друга. И не только это можно делать сегодня, это можно делать, обращаясь к прошлому этой территории. Мы знаем и по стихам Бунина о том, что действительно целое невероятное, наверное, по числу, количество племён, народов, оставив свой след в каких-то погребальных памятниках, памятниках поселенческих, исчезло с территории земли. И, в общем-то, если они были дописьменные, мы даже не знаем, как они назывались, эти племена и народы. Вот здесь, на этой территории, когда-то проживали носители культур эпохи бронзы, эпохи неолита. И уже тогда этот берег, Южный берег, в каком-то смысле, наверное, получил название янтарного. Почему? Дело в том, что на территории современной Калининградской области находится свыше 95% мировых запасов янтаря. Даже сейчас, когда янтарные отрасли, откровенно говоря, почти что в состоянии ещё раз грома, в котором она находилась в предшествии десятилетия, ежегодно на территории Калининградской области добывается несколько сотен тонн янтаря. Это нигде такого количества, ни в Южной Америке, где есть месторождение, ни на Днепре, где есть микроскопические месторождения, ни в Карпатах, столько янтаря не добывают. Сейчас янтарь, конечно, это в первую очередь сырьё для ювелинных украшений. Но когда-то янтарь воспринимали не только как украшение, но и как обязательный элемент многих лекарств. Например, в римских актах, в римских записках это отличается, отмечается, и янтарь выступает растёртый, размолотый янтарь компонентом очень многих лекарств, которые, конечно, не могли себе позволить рядовые граждане Рима. Уже в эпоху неолита нового каменного века ценность янтаря была очевидной. Ну, сам по себе цвет, небольшая полировка, камень становится прозрачным или полупрозрачным. И мы с изумлением наблюдаем в третьем, пятом тысячелетии до нашей эры находки янтарных украшений на территории Верхней Волги, Подмосковья. Волосовские племена хоронили своих умерших соплеменников, и порой их костюм был расшит янтарными украшениями. Это трапециевидные привески, это кольца янтарные, это результат меновой торговли. На побережье Балтики почти нет стратегического сырья такого, как кремень, из которого изготавливались все орудия труда в то время, а здесь не хватало этого камня, который позднее назовут солнечным камнем. И вот активизировалась, конечно, обменная торговля в эпоху расцвета Рима. Для Рима, который аккумулировал у себя многочисленные предметы роскоши, янтарь был желанным товаром, и сохранились глухие упоминания у Тацита о том, что даже под руководством одного из янтурионов снаряжались экспедиции. Мы понимаем, что Рим — это республика и империя, затем была территория пограничная и дальше барбарикум, то есть варварские территории. Вот в этих варварских территориях земли, в барбарикум на берегу Балтийского, южном берегу Балтийского моря, римляне снаряжали целые экспедиции, чтобы максимально дешево и максимально много добыть этого камня и привезти в империю или республику. Ну а понятно, что письменные источники у этих народов, которые римляне называли эстиями, то есть люди, которые живут к востоку, первоначально так их называли, пока не было своей письменности, конечно, невозможно было зафиксировать свою историю. И поэтому единственным источником, который мы сейчас располагаем по древней истории эстиев, а позднее пруссов, прусских племен, являются археологические источники, объекты археологического наследия, памятники, которые включают в себя поселения древние, могильники древние. И вот о последних находках я сейчас вам расскажу. Мне представляется, мы построим нашу работу следующим образом. Сначала я покажу вам презентацию и расскажу о этих находках. И если у вас возникнут какие-то вопросы, почему бы и нет, я с удовольствием на них отвечу. Итак, штрихи к истории Янтарного берега. Калининградская область в новых археологических находках. Мы хорошо представляем себе Балтику в районе Ленинградской области. Но Балтика в районе Ленинградской области — это довольно низкие берега. На нескольких участках выходят высокие морены, когда берега до 20-30 метров поднимаются и становятся обрывистыми. И вот типичный ландшафт на этой фотографии. Пляж небольшой вдоль обрывистого берега, не слишком высокого. Именно на этих отрезках берегового пляжа и естественным путем аккумулировался Янтарь. Естественным путем, потому что волна во время шторма бьет берег, размывают синюю глину, так называемую, или голубую глину, которая, собственно, является янтаронесущим грунтом. Янтарь — это древняя смола. Это окаменевшая смола древних растений, которая залегает в толще вот этой синей земли или голубой глины, которая в нескольких местах размывается морем. Любой турист сейчас может пройти и собрать некоторое количество этих замечательных камешков. Они из моря, когда ты его вынимаешь, высыхают, становятся невзрачными. Почему? Потому что корочка резации, она такая мутноватная, она покрыта патиной как будто. Но если чуть-чуть абразивным кругом или даже напильничком пройтись, камешек становится и отполировать прозрачным. На свет или на солнечный луч он начинает сверкать. Янтарь бывает разный. Он бывает медового оттенка, он бывает темного оттенка. Если его чуть-чуть нагреть, он становится белый, почти молочный. И, конечно, это великолепное сырье для работы ювелиров. В Калининграде, кстати, авторские мастерские, рекомендую. Там несколько школ, которые работают, и калининградские мастера сейчас работают не хуже, чем европейские. Пожалуй, даже и лучше, потому что в их распоряжении наиболее крупные и наиболее интересные куски, фрагменты, собственно, янтаря. Экспедиция наша работает с 2005 года. И вот здесь, на этой карте, мы можем увидеть цифрами показаны годы исследований и места расположения объектов археологического наследия. Сверху мы видим Куршскую косу на северной конечности, бывший город Мимель, сейчас Клопеда. С юга подходит Вислинская коса и, соответственно, вот Самбийский полуостров или Замбланд. Это вот выступ, который мы с вами наблюдаем с юга, это река Приголь, здесь от Калининграда и Кёнигсберг. И вот этот выступ большой между двумя косами, между двумя заливами Куршгав, то есть Куршский залив и Вислинский залив, это и есть Самбийский полуостров. В немецкой голосовке он назывался Замбия или Замланд, то есть Земля, Замланд. В русской голосовке, в транскрипции это звучит как Самбия, поэтому наша экспедиция, собственно, называется Самбийская экспедиция. В эпохе Рима, как я сказал, активизируются активнейшие контакты. В обмен на янтарь подступают римские монеты. В меньшей степени бронзовые монеты, медные монеты, в большей степени серебряные монеты. Вот мы видим с изображением одного из императоров монету сверху справа. Янтарь, вот он с коркой, тоже попадает в могилы древних эстиев, поскольку они понимают, что этот камень, за который римляне отдают такие сокровища, которые они не могут сами сделать, этот камень какой-то обладает силой, какой-то обладает невероятной ценностью. И отношение к этому камню, к некому драгоценному, непростому материалу, непростому подарку земли у эстиев также прививается. Вот это материал одного из погребений, и мы здесь видим, что местное стратегическое сырье янтарь давало местным населениям, которые в погребении ставили такие сосуды, погребения делались по обряду кремации, то есть сжигали, и бескурганные, небольшая каменная выкладка позднее вы увидите, вот фибула из бронзы, бронзы в качестве сырья очень часто использовали римские бронзовые монеты, позолоченные шейка, и, собственно, серебряный монет. Это типичное погребение эпохи римского влияния, то есть это 2-3 век нашей эры, таких погребений огромное количество. Чем больше выходов янтаря, тем больше могильников и поселений этого времени, поскольку люди концентрировались именно на тех территориях, где можно было получить сравнительно без больших трудозатрат, не копая гигантские шахты, а фактически на поверхности собирая на размывы моря, на размывах оврагов, речушек, ручьев, вот этот самый солнечный камень. На этом слайде мы видим материалы одного из погребений, которые относятся уже к концу 3-4-4-5 века. Это серебряные изделия позолоченные. Они как раз связаны с этими импортами римского серебра, который использовался в качестве сырья, поскольку для того, чтобы монета функционировала как денежный знак, как средство денежного обращения, им необходимо было развитие торговли, развитие цивилизации, в конце концов, чтобы было понимание, что это эквивалент обмена. У эстиев не было этого понимания, поэтому они воспринимали драгоценные монеты, серебряные и золотые, римские, просто как украшение или как сырье, из которого можно было изготовить другие украшения. Вот такой круговорот драгоценных материалов в природе и в сознании людей, находящихся на разных уровнях развития цивилизации. Для римлян это было очевидно, что монеты — это средство обмена, эквивалент обмена. Для эстиев была картина совсем другая. Вот на этой слайде представлены на откладке, готовленной, так называемой, в северном стиле, в северный звериный стиль. Если вы присмотритесь, вы увидите в этих, казалось бы, геометрических узоров, на самом деле хитросплетение, несколько изображений хищников. Они гипертрофированы, изображены, поскольку именно такой стиль уже в конце V-VI веке был характерен для больших территорий, особенно северного побережья, скандинавского побережья, Балтики и островов, Котланда и целой серии других островов. И мы видим, что представители вот этих северных территорий, скандинавы, по сути дела, будущие скандинавы, они, возможно, для того, чтобы получить этот солнечный камень, этот янтарь, также передвигаются, перемещаются на южные побережья Балтики. Кто-то, возможно, с повременными экспедициями возвращается с добычей, а кто-то, вероятно, умер и был захоронен на территории сангийского полуострова. Среди янтаря погребений изделия из бронзы, железа и большое количество украшений, изготовленных из янтаря. Понимание, что янтарь драгоценный, понимание, что этот камень имеет значение какое-то иное, не только утилитарное, привело к тому, что в сознании эстиев янтарные украшения и для женщин бусы, и для мужчин крупные бусины, которые являлись навершиями для кинжалов, мечей, стало очевидным и в материальную культуру эстиев янтарь входит так же плотно, как и в материальную культуру Римской империи. К сожалению, объекты археологического наследия очень трудно сохраняемы и легко разрушаемы. И вот мы имеем большое количество, и, кстати, здесь, в Подмосковье, на Верхней Волге, в Ярославской области случаев, когда какие-то несанкционированные работы просто-напросто уничтожают объект археологического наследия. Вот на южной окраине Калининграда несанкционированный карьер, затопленное озерко, был расположен недавно как раз на территории одного из могильников, могильник-шоссейный, который дал вот такой блестящий материал. Мы здесь видим вот такие накладки на разделительной ремниконской сбруи, позднее там будет реконструкция, на конечнике копий. Это материалы 3-5 века нашей эры, и работами сотрудников нашей экспедиции мы остановили добычу песка в этом карьере, зафиксировали борта, останцы, разобрали эти останцы и получили материал нескольких десятых погребений, которые чудом еще сохранились от этих самых незапланированных работ этого несогласованного карьера. Вот одна из луниц, как раз из могильника Клея-Меденау, это несколько южней Калининграда. И изображение этой, мы видим, подвески, которая входила в состав сбруи лошадей. Это серебро с позолотой. На этом слайде представлены как наши современные находки, вот это верхний левый угол и вот эти ведерковидные привески, и внизу слева, так и находки 1870-х годов из разрушенного могильника в окрестностях Кёнигсберга, в том числе и дорогоценнейший для территории Барбарикума стеклянный сосуд. Стекло — это высокие технологии. Для варварской провинции это вообще немыслимо. Ну то есть для античности варка стекла, и тем более изготовления изделий, украшений, предметов быта, это, ну, наверное, атомная энергетика сегодня, или космические полеты. То есть необходимо было очень строго отобрать сырье, присадки к этому сырью. Необходимо было очень... Я так, чтобы лучше трансляции... Ага. Необходимо было также детально соблюдать температурный режим при отсутствии приборов, которые могли показать, какая же, собственно, температура варки в данный момент происходит. И поэтому, конечно, такие сосуды, такие изделия для территории варварских окран, для Барбарикума были на вес золота, может быть, даже и дороже. Вот как раз в нескольких могильниках были найдены такие ромеры, то есть римские сосуды, как мы видим здесь зеленоватого стекла. Это как раз сосуды 2-3 века нашей эры. Один из последних объектов наших работ, исследованный на территории строительства подземного хранилища газа, а дело в том, что Калининградская область — это изолят, к сожалению. Но вот когда Союз распадался, не догадались с Литвой, договориться или с Польшей, чтобы хотя бы с Литвой и Белоруссией, чтобы хотя бы какая-то полоска километровая соединяла Россию в Калининградской области. Калининградская область может сообщаться с Большой Россией только по морю или только по воздуху напрямую. Все остальное — это территория других государств, проезд через территорию других государств. Поэтому сейчас очень остро возник вопрос энергетической независимости этого эксклава, части территории Российской Федерации. И вот как раз для обеспечения этой энергетической независимости создано гигантское хранилище газа, искусственные пещеры на глубине 150 метров сделаны, размыты слои соли, которые там залегают. И в этих искусственных пещерах закачивается газ под давлением, и по мере необходимости этот газ потом отбирается и по трубопроводной системе, распределяется и на заводы, фабрики, и в дома для бытовых нужд. Но территория активного освоения влечет за собой и археологические работы. По существующему в российскому законодательстве 73-му федеральному закону, перед любыми строительными, земляными работами должны пройти территорию, обследовать археологи. Потому что объект археологического наследия — это собственность государства. Государственная собственность, в общем-то, в какой-то мере это и наша с вами собственность, потому что мы являемся налогоплательщиками, гражданами этого государства. И вот этот закон, он на самом деле Россию выводит на уровень самых передовых в культурном отношении, в отношении заботы о своем историческом наследии государств, поскольку это общемировая система. И, в общем-то, Россия абсолютно не уступает ни европейским странам, ни Соединенным Штатам. Больше того, они где-то отстают от России. Вот мы видим на этом слайде зелененькую линию, рельеф и большие всталмления. Зелененькая, синенькая вот эта линия — это небольшая река Олейка. Ее несколько рукавов сейчас почти пересохли. Но мы прекрасно знаем, что климат Земли находится в динамике. И когда-то, в том числе и в IV, и в V веке, совершенно по-другому была наполняемость вот этих небольших речушек. И как здесь, в Средней полосе, так и на побережье Балтии. И мы видим вот здесь небольшой полуостровок, который, вероятно, в IV-V веке из-за большого уровня воды представлял собой остров. И, как выяснится, это был не просто остров, это был остров мертвых. Именно на этом островке находился на Лене могильник, грунтовый могильник, который не имел никаких внешних признаков, который мы нашли только с помощью шурфов разведочных. Закладывали такие специальные скрытия, делали грунта. И как раз всю территорию этого островка занимал грунтовый могильник, который получил название «Аллейка-7». Он дал уникальные материалы. Вот так выглядит эта речушка сейчас почти, как ручей. И вот эта территория, мы видим, скрытая аэроскопом, свыше 5000 метров, она полностью была заполнена погребением. Люди были похоронены по обряду кремации, а кони, а в обряд эстев, позднее пруссов, обязательно в качестве сопроводительных животных входили кони, они сопровождали хозяина. Поскольку понятие смерти было иным, смерть не означало окончание полное существования человека, это был переход из жизни земной, из обыденной жизни в потусторонний мир. Но в потустороннем мире этот человек тоже должен был существовать, функционировать. Если здесь он был воином с конем или хозяином с конем для каких-то хозяйственных нужд, значит, это животное должно было сопровождать его и в том потустороннем мире после смерти. Что интересно, об этом могильнике мы не знали. Не знали немцы до 1945 года, но прекрасно об этом могильнике знали крестьяне, которые грабили его на протяжении 12-14 столетий. Почему мы можем утверждать это? Дело в том, что большая часть огребений, до 80%, оказалась полностью или частично разграблена. А почему мы знаем, что это 12-14 век? Просто люди, которые добывали металл, бронзу, серебро, а если везло из золота, из этого могильника, они, конечно, должны были питаться. То есть они приносили в керамических сосудах, в горшках каких-то, в кувшинах с собой какую-то еду, питье, хрупкие сосуды, они разбивались. И вот в этих грабительских ямах мы находим следы этих сосудов и можем продатировать. А когда, собственно, вот эта работа по грабежу проводилась? Проводилась она в 12-15 веках. Но нам досталось, мы видим, немного, процентов 20. Но тем не менее, даже то, что досталось, представляет собой уникальный материал. Вот так вот выглядит раскоп. Работы проводились очень более года. Небольшие ямки, в которых находились остатки сожженного человека. Там, как правило, могли размещаться какие-то небольшие сосуды, горшочки с заупокойной едой или питьем, и кремированные кости, клацинированные кости. Сверху, вот над этой ямкой располагалось, небольшое скопление ковни, такая выкладка своеобразная, которая, видимо, маркировала эту могилу, обозначала ее на местности, чтобы живые родственники могли прийти, помянуть, как-то какое-то знак внимание оказать своему умершему сородичу. И вот видим мы здесь и сосуды, и остатки пряслиц, и какие-то другие находки. Для рядовых жителей этого поселения, расположенного рядом, мы не находим каких-то сверхбогатств, но там тоже есть находки. Это и куранты каменной растирателей, и грузила, и пряслица, и самые разнообразные сосуды. Сохранность очень часто бывает неважной, и поэтому приходится брать, вот так вот гипсовать гипсовыми бинтами, чтобы в лаборатории потом уже аккуратно все это закрепить, склеить и изъять содержимое из этих сосудов, в том числе и кальцинированные кости, останки похороненного гребенного человека. И находки, которые кладут туда же в этот сосуд или рядом с ним. Вот такие украшения, монеты, остатки фибул, застежек для плащей или рубах в верхней одежде. Все это находилось в этих погребениях. Но это материал рядовых захоронений. В женских захоронений были бусы разнообразные, янтарные, стеклянные, это римские стеклянные бусы, и куски даже необработанного янтаря. Вот я говорил, что понимание ценности этого камня, оно пришло в это общество, и уже в 4-м, 5-м, 6-м веке этот камень, безусловно, даже по мнению римлян, варварами, тем не менее, ценился очень высоко. Вот так вот выглядело захоронение человека, умершего и сожженного на погребальном костыне. Его останки помещались в сосуд крупный, рядом с небольшой сосуд, это сосуд-приставка с погребальной пищей или питьем, а рядом размещалось захоронение коня. Один, редко два коня. Два коня — это уже какая-то элита, это верхушка этой общины, этого племени. Но на могильнике Аллейка-3 таких погребений было свыше 15-ти. И мы видим, что здесь совершенно другой материал. Во-первых, мечи однолезвийные, наконечники копий, серебряная оковка рога. Мы, к сожалению, не всегда получаем материал очень хорошей сохранности. В ряде случаев мы гипсуем не только сосуды, мы гипсуем целые участки грунта, помещаем в коробки, перевозим, и дальше начинает работа препарата, реставратора. Вот мы здесь видим. И вот из куска, вот там мы видим массив грунта, гипсуются гипсовыми бинтами. Остатки деревянного седла с накладкой из серебряной фольги. Но серебро-то бухта с ним. Для нас важно, что это серебро покрыто декором, орнаментом. И этот орнамент дает нам уникальную информацию и по мифам этого народа, и по мировоззренческим, каким-то философским взглядам. В конце концов, это история культуры этого народа. Вот мы видим здесь на деревянной основе, она буквально полщиной 2 миллиметра сохранилась, тлен фактически, который удалось, накладку из серебра, украшенную пансонным орнаментом. Вот так работа идет методичная реставратора. И вот, собственно, мы видим и расчищенные удела, и фрагмент передней луки седла, деревянной, на которой находится серебряная обкладка. Вот целая серия таких погребений. Мы видим остатки золотого браслета, деформированного, который затем, вот он, сверху, слева, остатки керамического сосуда разбитого, несколько наконечников копий и однолезвение меч. Еще один комплекс, который дал материал, связанный с отсадничной культурой, элитарной, это вожди, браслеты и уникальное захоронение погребения Х-22. Кроме серебряной гривны, серебряной фибулы, золотого браслета крупного диаметра, сосуда с питьем приставки, в нем находился рог, ретон. Ретон для питья. Причем, как правило, это питье производилось во время каких-то празднеств, во время перов, и поднимал ретон тот, кто владел этой общиной, кто возглавлял это племя, это вожди. Для нас очень интересная аналогия этого ретона. В оковке устья ретона мы видим изображение двух птиц. Птица, расположенная наверху, в основании черепа, около шеи, бьет или клюет птицу, которая крупнее, и которая по определению зоологов, мы просто обратились к профессионалам, к биологам, к специалистам по птицам, они сказали, что это очень интересный сюжет. Это водоплавающая птица, крупная утка или гусь, которого бьет сокол со пса. Дело в том, что хищники тоже имеют свою повадку добывать того или иного животного. И только сокол сапсан, стремительный хищник, он бьет водоплавающих птиц под основание черепа, все, наступает смерть почти мгновения, он добычу получает. И вот этот сюжет заключен в декоре оковки рога. Это серебро, позолоченное серебро. Датируется это начало VII века. А внизу мы видим с эмалью изображение бронзовое, похожее по смыслу, но совершенно другое, стилистически. Тоже хищная птица добывает другую, атакуя ее сзади, нанося удар по черепу. И вот как раз наконечник этого ритона, рога, изготовленный из серебра, это 20 грамм серебра позолоченного, с чернью изображен глаз хищной птицы, это орел или сокол. В одной лапе он держит крупную рыбину, в другой сжимает птицу. Почему? Что? Современному человеку трудно понять. Но если мы обращаемся к скандинавской мифологии, к северогерманской мифологии, то мы узнаем, что это описание одного из эпизодов, связанных с мифами об Одине. Именно там он гнался за своим врагом, который принимал образ то птицы, а когда Один его в образе орла настиг, он принял образ рыбы и нырнул в море, где снова Один его настиг, и врага своего победил. То есть вот такая интересная перекличка северной мифологии с предметами, которые мы находим в могилах, и которые буквально до прошлого года еще не были известны на территории Российской Федерации, для нас это чрезвычайное открытие. Причем не только для нас. Мы сделали доклады уже в Германии, и специалисты по изучению мифологии Северной Германии, Скандинавии, они просто выражали восторг, поскольку это новые совершенно материалы, которые позволяют еще раз прочитать те самые мифы, то самое поле, тот самый космос мифологический, который создавали люди, которые обитали на северном и южном побережьях Балтийского моря. Погребение всадника, и вот самое роскошное погребение, которое содержало в себе захоронение мужчины кремированного, и пять коней, которые сопровождали погребенного вождя. Причем, если традиционно кони были ориентированы уэстиев головами на восток или запад, то эти пять коней были обращены головами на север. А север — это берег моря, а дальше — Готланд, а дальше — Скандинавия. То есть, возможно, эта разница в ориентировке этих коней в их развороте была не случайной. И когда мы начинаем анализировать вот эти вещи, которые находились и в погребении коней, это вот узда, мы видим, что здесь позолоченная бронза, вот эти вот четверяки, которые соединяют ремни, вместо пересечения ремней, накладки, которые накладывались на ремешки, которые вдоль морды коня. Сверху еще четверяки. И вот те четверяки мы видим, они изготовлены в знаменитой технике полихромной, когда позолоченное бронза или позолоченное серебро украшалось еще красным камнем, иногда эмалью позже, а на самом деле это были разновидности граната. И вот эта полихромная техника изготовления, она была характерна для Западной Европы, Центральной Европы, в основном Западной Европы. И это был V, VI и начало VII века. То есть мы видим, что человек, который владел этими конями, он был невероятного могущества, он имел возможность получить вот эти вот предметы роскоши, которые, конечно, не могли изготовить местные ремесленники. То есть это все шло в обмен на янтарь. Вот крупно изображены вот эти с рубинами накладки и позолоченные серебряные накладки. Здесь мы видим справа и слева пластины со сбруйного набора, которые украшали этих коней. А в центре это находка из территории Англии, как раз VI-VII век. Конечно, она отличается, но изображение богов с левым, которое очень хорошо транслируется, сопрягается с изображением на этой накладке. То есть люди, которые возглавляли эти племена, эстиев, которые контролировали добычу янтаря и первоначальную торговлю, они входили в круг элит общеевропейских. Они располагали теми сокровищами, которые могли себе позволить варварские английские короли, британские короли, элита государства франков. И мы знаем о франках, мы знаем о бритах, потому что есть письменные источники, но мы почти ничего не знаем из этих источников о эстях, населявших юго-восточный берег Балтики. Вот так, к сожалению, до реставрации выглядят некоторые железные части этой сбруи, которые потом расчищаются. И самое интересное, дела Одина. Аналогов не было ни до войны в раскопку германских археологов, ни у поляков запада от нас, ни у литовцев, литовских коллег к северо-востоку от нас. Вот эти дела, то есть вот, собственно, грызла, то есть та часть, которая в рост коня оставлялась, так называемые псали, это стержни вертикальные, для того, чтобы дергать за ремешки, направлять коня в нужное место. Это именно снаряжение верхаоконя, это не просто конь, который запрягался в телегу или в какой-то экипаж, потому что здесь должно было быть тонкое управление. И поводки от псалия в Кремня были сделаны в виде головы Путина. Путина — это одно из центральных, главных персонажей скандинавской мифологии, это отец всего, это верховный бог, о нем целый круг мифов существует, записанный в позднейшее время, но это не балдский, эсти — это балды. То есть это языковая группа, которой сейчас говорят лакеши-литовцы. Эсти исчезли с лица земли, но их потомки пруссы тоже говорили на языке балдской группы. И вот Один напрямую не является божеством балдов, это божество скандинавское, германское. Таким образом, анализируя вот эту всю совокупность информации, мы понимаем, что не монолитное в этническом состоянии, то есть ни одни представители, ни одного народа жили здесь. И вот очень высокая вероятность, пока видите гипотезы, мы с Константином Николаевичем Скворцовым, который укладил этими раскопками этого могильника, выдвинули о том, что в состав вот этой элиты стали входить и наиболее мощные представители, вероятно, скандинавских народов, которые каким-то образом инкорпорировались, то есть влились вот в эту этническую верхушку, поскольку они обладали лучшим оружием, они обладали лучшим снаряжением, конским снаряжением, и, соответственно, они были привлекательны как военные вожди. Вероятно, вот захоронение такого вождя, сопровождая его пятью конями, и удалось нам раскопать буквально год назад. Вот мы видим голову Одина из раскопок могильника Олейки 7 и целую серию похожих изображений Одина с территории Скандинавии, Англии, Северо-Франции и так далее. Вот так выглядят остатки сегла деревянного. После расчистки мы видим сегло и меч. Мы видим меч в серебряной обкладке. Это материалы были 4-го, начало 7-го века. Шло время, волны Балтийского моря выплескивались на берег и также выплескивались народы. Мы помним, что 8-й, 9-й век, начало 9-го века это активизация скандинавов, варягов, викингов. Изменение климата привело к тому, что младшие сыновья вынуждены были уходить в Вик, в поход, потому что усадьбу отца наследовал старший сын, а в Скандинавии суровая территория, суровые земли. Это близость полярного круга, это отсутствие больших участков плодородных земель, но зато огромные ферды, заливы и дальше море. И вот это море стало для очень многих скандинавов в 8-м, 9-м веке тем полем, где они добывали свою жатву, добывали свою добычу. Они выходили позднее к русским берегам, на территорию Древней Руси, проникали по рекам, по Волхову, по Мсте, по другим рекам. Они проходили насквозь, через, по сути дела, части Европы, переволакивали свои дракоры, ладьи, и в верховьях Днепра, спускались вниз по Днепру, и выплескивались к Царьграду, к Константинополю. И даже в состав рамейской императорской стражи, которая охраняла базилесов в Константинополе ходил несколько сотен лет отряд скандинавов, викингов и варягов, можно как угодно их называть. Эпоха викингов. Они атаковали побережье Англии, они атаковали побережье Франции, они пытались взять Париж, они захватили большую часть островов английских. Это была территория экспансии скандинавов. Вот такой выплеск могучих воинов, возглавляемых расчетливыми жестокими вождями, когда нужно было взять эту жатву с этих побережьей и привести эти сокровища к себе, к современную территорию Швеции, Дании, Норвегии. Вот мы видим характерные предметы IX-X века, которые были обнаружены на территории Восточной Пруссии, а так это называлась террентурия в XIX-XX, начале XX, теперь половина XX века. Характерные узоры на рукоятях вот этого меча. Этот комплекс был найден на территории недалеко от Калининграда, сейчас от территории Польши, Ольштона, и находился в коллекции Пруссия-музеев в Кёнигсберге. Сейчас это город Калининград. В музее Пруссия-музеев в Кёнигсберге аккумулировано большое количество интереснейших находок. В том числе и комплекс вот этого захоронения эпохи викингов. К сожалению, Пруссия-музей очень сильно пострадал. Кёнигсберг бомбили, причем не только советская армия наступавшая. Англичане в 1944 году, в августе 1944, выжгли, как в Дрезден, был уничтожен полностью, так и центр Кёнигсберга был сожжен. Две волны ковровых бомбардировок, по 600 бомбардировщиков, бомбили исключительно центр, проживой центр. Они не трогали порты, они не трогали линию укреплений с фортами, они не трогали окраины, на которых располагались богатейшие виллы промышленников, торговцев рейха. Но они бомбили центр, где сосредотачивался жилая застройка, мещане, простые горожане жили. И Кёнигсберг очень сильно пострадал в августе 1944. В том числе было взорвано, разбито вот это здание на улице Хинтер-Тракхайн на нижнем берегу Нижнего пруда. При раскопах этого здания масонская ложа более раннее время мы нашли остатки этого меча, который был показан в публикации 30-х годов XX века. Этот меч имеет декор серебро с позолотой, который типичный для эпохи викингов. Но не только викинги интересовались вот этой территорией вслед за римлянами, византийцами. В прошлом году мы нашли вот эту печать, вискую свинцевую печать Севода Мстиславича. Это великий князь, который находился на столе в Новгороде Великом и Пскове. Сын Мстислава Великого, Мстислава Владимировича. И находка этой печати на самом деле явление очень интересное, поскольку оно говорит о том, что не просто было, один торговец приехал, съездил туда, купил янтаря и вернулся на территорию Древней Руси, в Новгород, в Новгороде, в Псков, а возникли какие-то отношения, отношения, которые государственные, отношения, которые могли быть административными. Дело в том, что такие печати привешивались к грамотам пергаментным, которые закрепляли права на что-то. Возможно, на беспошленный проезд торговцев, возможно, на землю. Понятно, что древнерусский князь, князь, князь Великого Новгорода не мог дать землю на побережье Балтии. Скорее всего, этот человек, который привез документ с собой на территории Пушского залива, на территории Балтийского моря, побережье Балтийского моря, скорее всего, имел какие-то интересы в окрестностях Великого Новгорода. То есть, эта печать свидетельствует о том, что существовала не просто эпизодическая, а какая-то постоянная взаимосвязь этих двух территорий, территории Древней Руси и территории будущей Пруссии. Но, к сожалению, история Пруссов оборвалась достаточно жестко. В XIII веке рыцари Тевтонского ордена в Иерусалиме значительно потеснили. Европейские государы потеряли Иерусалим, потеряли свое королевство, которое они смогли создать во время крестовых походов. И рыцари Тевтонского ордена в XIII веке и в начале XIV века стали искать, где они могут для себя получить территории, которые будут позволять им свое государство развернуть территориально. И по приглашению князя польского Кондранда Мазовецкого, которому очень досаждали пруссы, а пруссы — это потомка Фейстии, пруссы проживали на территории Калининградской области, несколько военных отрядов Тевтонских рыцарей прибыло на берега Приголи. Стало ясно, что с язычниками нужно бороться, а пруссы были язычниками, под знаменем Христа Папа издал грамоту Булу, который благословлял борьбу с язычниками, и с территории Палестины, с территории Иерусалима Тевтонский орден перетек на территорию Балтов. Тевтонский орден в основе — это германские рыцари, германское дворянство, которые приняли обет монашества, соответственно, стали орденскими братьями. И в плане религиозном — пруссы были язычниками, они были врагами. И в плане языковом, этническом — германцы и балты — это разные группы языков. Поэтому рыцари жестко эту территорию завоевывали. Для них это были не люди, это были варвары, это были не христиане, а, соответственно, с ними можно было делать все, что угодно. И вот раскопки могильника холмы представительства автодороги в сторону аэропорта показал очень интересный материал. Вот здесь мы видим захоронение нескольких коней, здесь хорошо сохранились кости, поэтому мы видим, что их так вот укладывали в ямы, возможно, переломывали шею для того, чтобы поместить более компактно со сбруей. И вот находки — это сбруйные находки с ремней, сбруи уздечек, стремена, удила. И в то же время большое количество оружия. Это эпоха XII века, когда уже элита прусского общества выделяется, когда формируются дружины, и эти дружины вступают в конфликт с рыцами прусского ордена как раз уже в 1330-х годах это экспансия Тевтонского ордена. Вот здесь мы видим булаву, на конечнике ножен мечей, согнутый меч, происходящий из одного захоронения. Почему он согнутый? Потому что нужно было не только человеку умереть, нужно было и вещам, которые с ним перейти за грани. А как перейти за грани? Нужно было совершить акт какой-то, сломать, то есть убить эту вещь, чтобы она попала в тот же мир, куда ушел этот человек. Вот отражение в вещах мы наблюдаем таких вот очень интересных, очень тонких философских подходов к пониманию окружающего мира, к вопросам жизни и смерти. И вот этот меч как раз такой типичный образец подобного отношения к этому вопросу. И вот эти горшки. Наверху мы видим типичные прусские горшки, изготовленные на таком более примитивном круге медленного вращения. А внизу это германская продукция. И вот поселение Холмы и могильник Холмы это как раз тот памятник, на котором мы зафиксировали смену местного прусского населения германскими переселенцами. Дело в том, что орденские братья понимали, входившие в Тевтонский орден, что им мало завоевать эту территорию. Эта территория должна производить зерно, она должна производить продукты питания, она должна поставлять сырье для производства одежды, обуви и всего окружающего необходимого продукта. Поэтому на 15-20 лет переселенцам из германских земель, южных земель, центральной Германии было дано освобождение от всех налогов. Поэтому на территорию вот этой, которая позднее получила название Восточная Пруссия, хлынул поток германских переселенцев. А на территории центральной Германии, южной Германии был гончарный круг совершенно другого уровня, ножной так называемый гончарный круг. И посуда получалась высокого качества, звонкая, она была черная, даже наизломная, она блестела, как металлическая посуда. Внизу вот этих два сосуда, два кувшина, они как раз производствуют на таком гончарном круге в германских традициях. И мы видим, что одно население сменяется, вытесняется другим населением. Этот процесс перетекания на территорию Балтскую, на территорию восточных пруссов, населения из германских земли, в этом могильнике, в этом поселении как раз зафиксировался очень показательно. Ну и, конечно, как территорию удержать? Нужны какие-то пункты, точки власти, нужны были пункты силы, и поэтому братья Тевтонского ордена начинают накидывать на территорию восточной Пруссии, на территорию Балтскую, свободную целую сеть замков. Замки должны были стать основой для подавления местного населения. Один из самых крупных и самых известных замок это замок Кюнигсбек, сейчас в территории города Калининграда. К сожалению, он не сохранился, правда, мы раскопали, вы увидите позже чуть-чуть, сейчас там смотровая площадка есть, можно посмотреть остатки этого замка. Замок был сооружен после 1263 года, 13 век, середина 13 века. По преданию объединенные рыцарцы под руководством чешского короля Оттокара приприняли крестовый поход и увидели на берегу реки Пригули замечательное место, высокий холм, внизу остров, и там мост можно было построить через речку и контролировать эту переправу водную, который подходил до строительства замка. Поэтому замок был назван Кюнигсберг, то есть Королевская гора, Кюниг, Король, Берг, гора. Королевская гора. Замок развивался и с течением времени, после того, как повисления у ордена стали на территории Польской более сложные обстоятельства, политические дела, руководство Тевтонского ордена постепенно стало передвигать свою резиденцию на территорию Кюнигсберга. А с 1457 года замок Тевтонского ордена становится резиденцией великого магистра Тевтонского ордена. Тевтонские братья сразу же установили монополию на добычу янтаря. Никто не мог без платы орден добывать янтарь. И никто не мог продавать. Только орденские братья могли продавать этот янтарь. И продавали очень активно. Несмотря на то, что разница верная, несмотря на то, что конфликты были с древнерусскими княжествами. Все-таки у нас православие, там католицизм, такой агрессивный католицизм, но доход есть доход. Торговля есть до торговли. И, конечно, не в мешочках маленьких, не в маленьких пакетиках янтарь везли. Янтарь сортировали, упаковывали в бочонки по 40-50 килограмм. И вот такими бочонками он передвигался оптовыми поставками. Четыре года назад такой сгоревший бочонок был найден в одной из построек XIII века при раскопках города Владимир. И когда провели первичный анализ, показали сотрудникам музея янтаря в Калининграде этот янтарь, то они сказали, да, безусловно, это прибалтийский янтарь. И по химическому составу он тоже совпадает. Мы видим, что при раскопках древнерусских городов Новгорода, Пскова, Твери, Москвы, Ярославля находится целая серия изделий из янтаря. Это янтарные перцы, это янтарные кресты, это янтарные подвески. Янтарь был востребован и у нас в Древней Руси, и в XIII, XIV веке, и позднее, в более позднюю эпоху тоже. Вот нам повезло и в 2016 году экспедиция наша раскопала часть замка Кёнигсберг. Предполагалось возможное восстановление, пока он, к сожалению, вопрос этот оказался невозможен. Вот на этой аэрофотосъемке мы видим две башни внизу и вверху, фланкирующие, и большое помещение прямоугольное, это замковая кирха, замковая церковь. Вот мы видим здесь на этой аэрофотосъемке изображение подвала, башен двух, производство работ. Вот одна из башен, огромная, диаметром около 20 метров, она сохранилась, сейчас она, правда, под открытым воздухом, на открытом воздухе экспонируется, без кровли это плохо, потому что идет разрушение кирпичной кладки. Это постройка 1584 года, и к ордену она уже фактически не имеет отношения. Дело в том, дело в том, что в 1525 году последний магистр великого февстонского ордена, великий магистр Альбрефт, понял, что орденское государство себя изжило. Целый ряд политических поражений, целый ряд военных поражений, он понял, что нужно проводить гигантскую реформу, и провел эту реформу. В это время учение лютера, лютеранства, то есть протестантизм, отказ от роскоши католической церкви в Европе набирало силу, и Альбрефт принял протестантство, полностью провел секулизацию, то есть экспроприацию всего имущества ковтонского ордена, и с этого момента возникло новое государство на карте Европы, которое стало называться герцогца Пруссии, а Альбрефт стал первым герцогом. При раскопках были обнаружены в том числе серебряные монеты, которые реаконацию янтаря представляют собой, то есть когда орденцы или позднее герцог осуществлял монополиум допущий продажу янтаря, янтарь сам собой превращался в серебро или золото. Это орденская монета, а это монеты Альбрефта. Слева мы видим портрет этого бородатого мужчины. Это последний великий магистр тефтонского ордена и первый светский правитель герцогца в полосе, герцог Альбрехт. Один из ключей, который был на одном перероскопах, это тоже относится к этому периоду в 16-е столетие. Ну вот, собственно, ликвидация ордена. Вот так замок выглядел в начале 19-го века, вот так он выглядел после перестройки в готическом, неоготическом стиле в 70-х годах 19-го века. И, казалось бы, зачем я вам показываю замок, орден, герцогство. Дело в том, что это тоже еще и история России. Дело в том, что Великое посольство Петр Великий, один из первых крупных городов Европы, который он посетил в первом посольстве 1697-го года, был как раз Кёнигсберг. И вот именно одной из этих башен западного флигеля или кирхенфлигеля, церковного флигеля, Петр наблюдал за фейверком, который был сделан со стороны крепости Фридерсбург, форта Фридерсбург на реке Пригоре. А это только одна вот эта западная сторона, отсюда можно было наблюдать эту картину. То есть, мы видим, что эта история России, Древней Руси, России многократно пересекается. Более того, Семилетняя война, конец XVIII века, русские войска обедно вступают на территорию Восточной Пруссии и в том числе в Кёнигсберг, центр провинции Восточной Пруссии. И на протяжении четырех лет это российская земля, российская территория. Генерал-губернатор, в том числе отец Александра Васильевича Суворова, генерал Суворов, возглавляет Кёнигсберг. Здесь российская администрация вместе с прусской, с немецкой администрацией. Чиновники, рядовые, немцы, чтобы не путать дело производства и не ломать язык, а руководители российские. И вот как раз на территории замка располагалась канцелярия генерал-губернатора, который руководил всей Восточной Пруссией как российской провинцией. Кстати, жители Восточной Пруссии и Кёнигсберга принесли присягу императрицы. Среди них был философ Эммануэл Кант. А когда потом по смерти Екатерины во шествию Павла было принято отдать Фридриху Восточную Пруссию и Кёнигсберг, русские войска очень быстро и аппарат уходили из Кёнигсберга и не успели другую присягу, а снять эту присягу, так и Мануэл Кант и умер российским подданным. Хотя, собственно, умирал уже как в границах Пруссии. Ну вот, собственно, мы подошли к завершению нашей лекции. Мне было обозначено час, я имею право загружать ваше внимание. Я, конечно, мог бы гораздо больше рассказать вам, но, наверное, это будет уже такая слишком жесткая информация, слишком многое будет. Вот летний пейзаж красивый, да? А вот так вот выглядит берег Балтийского моря в зиму. Это довольно суровое место и не случайно сейчас те, кто радостно говорит, что я куплю домик на берегу моря, они порой совершают достаточно большую ошибку, потому что нужно понимать, где какая ветровая нагрузка, где какое течение. В противном случае домик будет вот так выглядеть. вот, а ураганы на Балтике не редкость. Вот, и сейчас периодически, да, бывает. В 2006 году у нас была большая экспедиция, работало порядка 30 отрядов, и когда было один из крупных ураганов, у нас все лагеря абсолютно были смятены. Вот, хотя стояли мощные армейские палатки, стояли на мощных, это не эти туристические вот эти смешные палатки, стояли серьезные, большие, брезентовые такие хорошие. Самые крепкие продержались трое суток, а туристические в первые 15 минут все смело полностью. Вот, и, конечно, земля это богато, она готова отдавать свои богатства тем, кто живет на ней, кто нормально хозяйствует, но она не всегда, это не Крым, это не Средиземное море, Балтика есть Мартика. Но мы все-таки больше любили Балтику вот такую. Спасибо за внимание. Хорошо, если есть вопросы какие-то, ну, мало ли, у кого-то какой-то интерес к какой-то теме, я готов ответить. Получается, что все же не находит и не остается в данный момент? Вот, это такой больной вопрос, потому что правительство Калининградской области просто вот это все должно оставаться у нас. Но есть закон Российской Федерации, в законе четко написано, что все находки должны после археологических работ обрабатываться в течение трех лет археологами и после этого передаваться в учреждения Государственного музейного фонда. Там не говорится субъект Федерации, то есть не говорится, что на территории той области, где было найдено. И у нас сейчас дилемма. С одной стороны, правительство областное Калининградской области просто требует, чтобы все находки мы там оставили, а с другой стороны, ну, наверное, не очень здорово, когда у нас центральный есть музей, есть Эрмитаж, есть Государственные исторические музеи здесь, в Москве, да, и там представлены культуры, которые когда-то были на территории всей России, потому что тут есть и Алтай представлен, не Сибирь представлен, а Прибалты, а вот Пруссы или Эсти почти не представлены. Поэтому сейчас мы ведем сложные переговоры, вот, потому что эти материалы, конечно, хотят получить, ну, любой музей хочет получить, чтобы как-то вот дипломатично, не обидеть никого, но чтобы это, и, конечно, в Калининградских музеях материалы были хорошо представлены, но чтобы и в Центральных российских музеях мог человек прийти и посмотреть вот эти замечательные находки. А в нем все равно как бы лучше в одном месте не больше, или там действительно так, что если вы дробишь, то будет не очень все интересно? Есть еще научный подход. У нас есть такой принцип, что коллекцию нельзя дробить. Почему? Потому что вот когда выхватывается что-то выборочное, ведь это же искусственное идет уничтожение информации, потому что информация, она работает хорошо, когда она в блоке, когда она полностью информационное поле создает. А когда вот мы эти вот мозаичные смальточки, камешки вот так вот в разные места повыкидывали, вот это информационное поле, оно разваливается, оно перестает существовать как единое целое. Поэтому мы сейчас пытаемся пойти по другому пути. Вот какие-то материалы одного могильника в одно хранилище, а материалы другого могильника, вероятно, в другое хранилище. Но мы надеемся, что мы найдем какой-то компромисс. Спасибо. Вы знаете, мы получили жуткую замедленную бомбу после 90-х годов. Дело в том, что распад государства, почти полный, в 90-х годах, и медленное восстановление в нулевых годах государственных структур, привели к тому, что на таких вот участках, где сверхприбыли удается получать, возникает криминальный бизнес. И вот в криминалерской области возник криминальный бизнес по добыче янтаря. А вот криминальные янтарщики подгоняют, покупают экскаваторы, абсолютно, не заботясь потом о последующем приведении в порядок территории, о рекультивации, восстановлении почвенного слоя, копают гигантские ямы, доходят до вот этой синей земли, до голубой глины, и начинают оттуда изымать тоннами, сотнями килограмм, тоннами янтарь. Как крупные самородки, так и мелочь, все идет в дело. И дальше, пользуясь тем, что в 90-е и в нулевые годы были и на границе, в таможне, и по гранслужбе были большие проблемы, были дыры, и этот янтарь уходил за бесценок фактически, потому что сырье всегда стоит дешевле. Почему говорят, нужна глубокая переработка. Не срубленное дерево нужно везти в Финляндии, а нужно везти изделия из дерева в Финляндии, потому что это будет стоить в десятки, в сотни раз дороже. И вот вся Литва, вся Порща была наводнена прибалтийским янтарем. И там возникли целые ювелирные фирмы, которые уже полтора десятка, два десятка лет существуют. Вот на этом контрабандный янтарь. Но последние пять лет ситуация изменилась. То есть, во-первых, восстановление властного полномочия государства российского на всей территории, наконец-то, до эксклава в Калининграде дошло. Жестко с пограничниками, жестко с таможенниками. И Министерство внутренних дел, милиция, ФСБ сейчас просто отслеживают ежедневные облеты на экскаваторах. Эти криминальные янтарщики разбегаются, маскировочные сети нахренутягивают, что только не делают. Аресты идут. Ужесточается законодательство. Правительство Калининградской области вышло с инициативой в Думу и те жестко штрафы, уголовные преследования за криминальную добычу янтаря, за контрабанду янтаря сейчас применили. И благодаря этому янтарный комбинат государственный стал работать активнее, гораздо активнее. Во-первых. Во-вторых, значит, добыча, это все недры, это собственность государства. Это собственность государства. Поэтому ты ювелир, пожалуйста, ты можешь купить, но ты купи у государственного предприятия. Понимаете? И вот сейчас целая сеть ювелирных мастерских салонов художественных по продаже уже готовых изделий в хрижентаре. Поэтому если вот попадете в Калининград, очень дешево по сравнению с Москвой и тем более с Германией, Францией, Америкой очень качественные изделия в обрамлении серебра, мельхиора, бронзы. Причем там используются мотивы вот этих археологических находок. Мы делимся с художниками, с ювелирами. Изделия очень симпатичные, очень красивые. Поэтому будете в Калининградской области, не забудьте пройтись. Там есть целая серия магазинчиков специализированных, которые у вас будет память надолго. А искусственный янтарь вы уже даете, да? На самом деле искусственный янтарь, я могу в чем-то ошибиться, но то, что я знаю, это сплав янтарной крошки. Его понимаете, его расслабляют, чтобы сделать монолит, и вот из этого этот монолит снова идет на какие-то изделия. В советское время вот эта крошка шла в основном на канифуль, для смычков, для пайки, еще для чего-то. Сейчас стараются, конечно, максимально использовать. Искусственный янтарь, но он в определенном смысле суррогат. то есть это вроде та же смола, но ценности камня в том, чтобы он должен быть оригинальным, подлинным. Но я не говорю, что должен быть камень с инклюзиями, обязательно с комарами, муравьями, которые тогда миллионы лет назад в капельку смолы попали, завязли и сохранились благодаря этому. Эти инклюзии, они, конечно, тоже есть. Они находятся и сейчас находятся, и за год их находят может быть несколько сотен. Но, конечно, они стоят гораздо дороже, чем просто куски янтаря-сорца. Спасибо. Приходите еще. Лектория будет продолжать работать, в том числе по археологической тематике. Будет один из следующих докладов Екатерины Карленова Столярова вести по древнерусскому и античному стеклу, и древнерусскому в основном стеклу. Как оно делалось, что из него делали, как это использовали, как носили, какие были украшения. Думаю, что будет уже интересно. Спасибо. Спасибо. Ну, я как бы так, ну, копать, ну, через исключительное дело, ну, мы, друзья, мы собираемся металлоскать, вот так, монеты попали. Нет, ну, ни в коем случае ничего, на археологической памятнике, ну, поле, то есть, ну, лесочек какой, то есть, мы не помогли. Я вот, вопрос, а вот если был бы археологический экспедиатик, волонтера, можно как-то к вам попасть? Да, можно. Можно. Я прям вот, как бы это все как Алики надоели, эти всякие там не ходят, именно вот. Нет, нет, нет.